здравствуйте с вами александр конев и подкаст партии линии подкаст о том как смотреть понимаете изучать рисунки старых и новых мастеров на примере листов, хранящихся в Эрмитаже. Итак, мы продолжаем наш разговор о старой нидерландской гравюре. Говоря о локусе Иван Лейдене и о гравюре в эпохе, мы в первую очередь говорили о таком явлении, которое получило условное название гравюра художника или на таком полупрофессиональном жаргоне авторской гравюре. То есть это тот случай, когда художник сам сочиняет и сам исполняет свою композицию. Эта практика абсолютно доминировала в 15 веке и в 1-3-16 в Германии, также она абсолютно доминировала и в Нидерландах. Несколько особняков состоит случай ксилографии. Ксилографию обычно резал профессиональный резчик, но насколько мы можем судить по документам, по каким-то упоминаниям, чаще всего это скорее ремесленник, за некоторыми исключениями ремесленник, который сам не мог адаптировать композицию для гравюра, то есть художник непосредственно подготавливал ее для гравирования, непосредственно уже наносил рисунок на доску, а работа ксилографа сводилась к тому, что он просто уже вырезал готовый рисунок. То есть здесь опять же художник выступал практически за исключением механической работы гравюром. А в гравюре «Женометалли» гравер и художник — это одно лицо. Причем авторитет Дюрера в Германии, авторитет Лукаса Ванлейдена в Нидерландах — они делали эту практику основной для гравюра, гравюра по-другому не воспринималась. Совсем иная ситуация была в Италии. В Италии еще с 15 века традиционным стало разделение труда, работы художника и работы профессионального гравюра, который воплощает уже непосредственно материал, композицию. При этом в гравюре на металле это всегда так или иначе перевод, адаптация рисунка к новому материалу, к новой технике. Рассвет этой практики приходится в Италии на первую треть XVI века, в то время, когда в Нидерландах блистает Лукас Ванлейден. В Италии в это время Марк Антонио Раймонди начинает сотрудничество с Рафаэлем, Рафаэль предоставляет ему свои рисунки, Марк Антонио гравирует их, приводит в гравюру. С этого времени это вообще доминирующая для Италии практика. Школа Раймонди и последующие гравюры специализируются как раз на это профессиональные гравюры, которые сами редко сочиняют композиции, но в первую очередь специализируются на переводе рисунков в гравюру. Мы заканчивали разговоры о Лукасе Ванлейдене, мы говорили о влиянии итальянской гравюры, о влиянии итальянской стиля, манеры, и для последующего поколения вместе с влиянием итальянской гравюры как образца приходит влияние сложившихся в Италии практик гравирования. Одной движущей силой распространения этой новой для Нидерландов практики разделения труда гравюры художников были сами художники, поколение романистов, последующие после Яна Госсарта. Эти художники, это Мартин Ван Хеймск, Ламберт Ломбард, Франс Флорис и другие, они сами бывали в Италии, они представляют, как происходит процесс гравировальной индустрии, они сами в своем творчестве постоянно обращаются к итальянской гравюре, и они очень хорошо представляют, каким мощным инструментом пропаганды распространения своего искусства может служить гравюра. Соответственно, они сами заинтересованы, чтобы эта практика распространилась в Нидерландах, потому что не каждый может получить профессиональные навыки гравюра или быть в этом талантлив, а разделение труда на профессионального гравюра и художника позволяет художнику не занимать гравюры, распространять свое искусство в Нидерландах и по другим странам. Кроме того, вот в такой практике гравирования по чужим рисункам появляется теоретическая основа, подоплека, а в частности у Ламберта Ломбарда, это выдающийся художник-романист, о нем Алексей Лебич уже рассказывал, поэтому я остановиться не буду. Ламберт Ломбард, основывая свою академию в Льеже, он поощряет занятие гравюр, при этом он видит в этом не просто способ распространения композиций, он смотрит на нидерландское искусство немножко через призму взгляда итальянцев, скорее даже не итальянцев, а флорентийцев и римлинг, которые сосредоточены на проблеме фигуры и непрежительно относятся к нидерландскому искусству, которое слишком увлечено цветом. И для Ломбарда нидерландское искусство находится в кризисе, потому что оно слишком увлеклось внешним эффектом, слишком увлечено красивостью, и как раз к обращению в черно-белой графике он видит возможность отказаться от этой внешней красивости, сосредоточиться на сущностных вещах, которые для него это фигура, позы, риторика жестов, композиция, пространство, то есть на каких-то сущностных вещах. Соответственно, он поощряет гравирование, которое получается таким образом и способом освоения форм, и способом сосредоточиться на сущностном и главном. И вокруг Льежа, вокруг академии, формируется круг граверов, круг художников, занимающихся гравюрой. Мы сейчас не очень можем детально все это реконструировать, потому что там была огромная текучка. Через академию прошло огромное количество художников, самых разных, и мы всегда можем реконструировать, но мы сейчас становимся на самой главной фигуре, которая возникла в кругу Ломбарда. И стоящий в этих процессах, о которых я говорю, о процессах укоренения в Нидерландах разделения работы гравюр-художников, чуть оцебняком. Это Ламберт Суавис, один из последних в Нидерландах ярких художников-граверов. Он такой мастер на перекрестии разных традиций, то есть с одной стороны он смотрит на итальянскую гравюру, с другой стороны он подхватывает нидерландские традиции какие-то. Он, конечно, абсолютнейший виртуоз, человек незаурядного таланта, но во многом недооцененный. Он ученик ломбарда, находившийся под сильным влиянием творчества, и вот на нем закрепилась репутация гравюра Ломбарда. Кроме того, он все-таки художник не очень широкого художественного диапазона, он часто возвращается к одним же темам, варьирует одни и те же фигуры, но большинство гравюр, которые он сделал, это абсолютнейшие шедевры. И в особенность он работает, развивая дальше начинание Лукаса Малейна, работает совершенно тончайшим штрихом. Согласно упоминаниям, кажется, это правда, он работал не обычным листом гравюра, но алмазным листом ювелира, которые позволяли получать совершенно почти неуловимый для взгляда штрих. И вот эта тончайшая штриховка, когда линия практически неразличима, он блестяще работал с тоном. В своем творчестве он любил драматические световые контрасты, но вот он их совмещал с тончайшими переходами и добивался до него невозможных в гравюре эффектов скольжения света, свечения. Можно посмотреть на гравюру, например, Иоанна Богослова. Вот так драпировки, как делает Суавис, до него никто в гравюре делать не мог. Или вот еще один шедевр — это воскрешение Лазаря. Это шедевр, который оценился и в Италии, его упоминает в Азаре, невесомые ломкие фигуры, драматическая светотень, скольжение света, свечение. Вот это ощущение мистерии и сама тема воскрешения Лазаря, вот это ощущение мистерии внушает какое-то подлинное религиозное чувство, ощущение таинства, чудо происходящего. Конечно, если бы меня спросили назвать гравюры XVI века, которые не просто иллюстрируют религиозные сюжеты, но внушают подлинное религиозное чувство, то это, конечно, была бы одна из них, потому что в ней есть какая-то глубокая прочувственность этого чуда воскрешения. Но также Суавис, следуя уже этой новой практике, гравирует и композиции других художников, то есть выступает таким репутационным гравюром. В первую очередь, гравирует композицию учителя Ламерта Ломбарда. Вот интересный, важный нам пример — композиция милосердия, она связана с нашей картиной, хранящейся в Эрмитаже. Можно обратить внимание, что фон отличается, но это обычная практика. Дело в том, что и в Италии как-то сложилось в кругу Рафаэля, и в Нидерландах, как в всех случаях, когда гравировали композиции, связанные какими-то живописными композициями, гравировали не сами картины, а гравировали подразительные эскизы, какие-то рисунки, картоны, то есть то, что более ближе к формату гравюры. А фон в данном случае был произвольный, потому что самая главная инвенция, самое главное, что ценилось в композиции — это фигуры. Соответственно, фигуры приносились, а фон мог меняться. Есть случаи, когда в одной и той же композиции разные гравюры добавляют разные фоны, то есть это вполне нормальная практика. Но случай Суависа, который одновременно являлся и ярким художником-гравюром, и гравирующим, исполняющим чужие композиции, он будет уже практически уникальным. Разделение труда укореняется все больше, и авторская гравюра чаще всего сводится к отдельным экспериментам художника, который пробует себя в гравюре, но какого-то отдельного появления до уже как раз второй половины 80-х, который не входит в эту выставку до появления Кенрика Гольцууса. Гравюры художника уходит полностью на периферию, практически полностью вытесненная практикой разделения работы художника и гравюра. Одновременно с Льежем другой центр, скажем так, новой гравюры возникает в Харлеме на севере. Там ключевой фигурой для этих новых процессов играл художник, о котором Алексей Олегович уже говорил, Мартин Ван Хеймскерг. Мартин Ван Хеймскерг возвращается из обучения в Риме, где он погружался в классическое искусство, в искусство школы Рафаэля, на основе которых он потом создаст свою очень яркую, дуально-экспрессивную манеру. Вернувшись в Харлем, он, видимо, ищет гравюра для создания гравюр по своим произведениям, то есть по образцу итальянских практик, и он находит гравюра в лице тогда еще начинающего такого художника гравюра Корнелиса Босса. Корнелис Босс, видимо, обучался в мастерству гравюра, копируя итальянские стампы. И у него стиль очень близок к стилю школы Марк Антонио Раймонди, и он начинает гравировать композиции Мартина Ван Хеймскерка, которые чаще всего связаны с живописными работами, но либо также гравировались по предварительным каким-то наброскам, либо Хеймскерк адаптирует их для гравюры, потому что они всегда отличаются от живописных произведений, они в деталях, в каких-то построениях, в общем, они не являются полным аналогом в живописи. Вот одна из таких гравюр, которую создает Корнелис Босс, «Триумфакка», она связана с картиной, которую Хеймскерк то ли выполнил еще во время пребывания в Италии, то ли сразу по возвращении, она еще очень насыщена художественной людицей, которую Хеймскерк получил в Риме. Здесь много цитат из разных мастеров, не цитат, а скорее парафразов, переработанных, переосмысленных цитат из художников Возрождения, из античной пластики, из Монтэнни. Это такая прям энциклопедия разных форм фигур, взятых из самых разных грани классического римского искусства. С этой гравюрой, которая была необычайно популярна, связан историографический парадокс. Дело в том, что композиция гравюра не раз копировалась, и одна из копий начала XVII века была подписана, что автор ее Джулия Романа. В итоге в литературе сложилась такая парадоксальная ситуация в научной литературе, когда в Италии авторство этой композиции традиционно приписывалось Джулию Романа, а в Нидерландах она приписывалась, естественно, Мартину Ван Хеймскерку. Более того, когда уже стало ясно, что есть две атрибуции у этой композиции, исследователи стали придумывать, почему же все-таки это не Мартин Ван Хеймскерк, а Джулию Роману. То, что композиция отличается от живописной версии Мартина Ван Хеймскера стало аргументом, что, возможно, был такой рисунок Джулия Романа, и на основе него Мартин Ван Хеймск создал свою картину, а гравюры как раз по Джулию Роману. Нет, это не так. Еще буквально недавно, лет 10-15 назад, в итальянских каталогах эта гравюра публиковалась под авторством Джулия Романа. Такой вот историографический парадокс. Вместе с тем для нирландской гравюры, даже в целом больше для европейской гравюры, стало сотрудничество Мартина Ван Хеймскерка не с Корнелесом Боссом, а его встреча, знакомство и сотрудничество с Дирком Конхертом. Конхерт — это гуманист, поэт, религиозный мыслитель, политический деятель и много-много кто еще, но он также занимался гравюрой. Хеймскерк знакомится с Конхертом, и они создают такой своеобразный творческий тандем. Конхерт — религиозный мыслитель, гуманист, он участвует в разработке программ для гравюр, серии гравированных или отдельных аллегорических композиций. Хеймскерк их изображает, рисует, создаёт, и Конхерт же их гравирует. Это сотрудничество, повлиявшее очень сильно на последующую религиозную гравюру, в первую очередь, важна и тем, что здесь возникает новая практика. Мартин ван Хеймскерк с этого времени работает уже специально для гравирования. То есть, если раньше гравированные композиции так или иначе были связаны с его живописными работами, то сейчас он целенаправленно создаёт рисунки специально для гравирования. Эта практика вскоре станет в Нидерландах абсолютно доминирующей, то есть это сотрудничество Хеймскерка и Конхерт — такой символический рубеж, начало этого нового процесса. Безусловно, он повлиял как прецедент на других, но причины были не только в этом. Сама гравирная жизнь подводила к такому сотрудничеству художников. Здесь нужно заметить, что в Италии такая практика, естественно, тоже была, но в Италии уже с 1530-х годов станет репродуцирование уже готовых произведений, то есть Рафаэля, Микелеанджело, античные скульптуры, других художников. В Нидерландах эта практика не приживётся совсем. Художники иногда будут предоставлять какие-то композиции, связанные своими живописными работами, будут иногда гравироваться какие-то рисунки, не предназначавшиеся изначально для гравирования, но это будут такие отдельные случаи. В целом в Нидерландах гравюра станет основываться на сотрудничестве. Художник специально создаёт рисунки для гравюр, часто понимая её язык, часто адаптируясь специально под будущее исполнение. Иногда даже, как, например, это будет у Питера Брегеля-старшего, учитывая и манеру гравёра, который предполагал, что он будет гравировать, исполнять этот рисунок. В распространении этой новой практики сыграет ключевую роль уже не художник, а издатель, ключевая фигура для нидерландской гравюры второй половины XVI века Ироним Кок. Ироним Кок был пейзажистом, афортистом, но главный его вклад основывает на рубеже 40-50-х годов издательский дом на четырёх ветрах и превращает эту практику в создание рисунков для гравюр и привлечение профессиональных гравюр для их исполнения в фундамент своего издательства и ставит его на широкую ногу, в итоге превращая его практически в индустрию. Он привлекает всё больше и больше художников к деятельности. Вокруг его же издательского дома формируется целая плеяда профессиональных гравюров. Он сдаёт пример другим издателям, которые также принимают такие же стратегии. И буквально за десятилетия, за 15 лет Антверпен, в котором основывается это издательство, становится ведущим центром Севернее Альп издания гравюр. С Антверпеном соперничает только Рим, который пока превосходит. Но Антверпен, в котором до Иронима Кока гравюры на металле практически не было, становится абсолютно доминирующим центром. Сам Ироним Кок, занимаясь издательской деятельностью чуть больше 20 лет, издаст по разным подсчётам 1200-1300 гравюр, и это для того времени колоссальное число. То есть это невероятный масштаб за 20 лет. Столько гравюр издать, что только Антони Ло Фрери в Риме превосходил по количеству изданных гравюр Иронима Кока. Вот этот расцвет издательской гравюры, он, конечно, обязан не просто персонажу Иронима Кока. Антверпен — это торговая столица с огромными рынками, с быта, которая уже налажена сетью каналов. Гравюры антверпенские расходятся по всей Европе, в Испании, Франции, Португалии, Италии, Германии — это там, где были просто лавки, в которых продавались непосредственно гравюры, изданные в Антверпене, а также она расходилась и дальше, от Польши до Америки. В этой ситуации, вот такого успеха, такого расцвета, практически вся нидерландская гравюра оказывается издана в Антверпене, потому что конкурировать с таким центром практически невозможно. Оставались какие-то локальные художественные центры, но они совсем уходят в тень, потому что полностью на рынке доминирует Антверпен. Более того, он аккумулирует силы, можно сказать, со всех Нидерландов, например, харленцы, забегая вперёд скажу, что Ироним Кок привлёк к своей деятельности Конхерта и Мартин ван Хеймскер, которые работают на него, а впоследствии Филипп Галле, которые, видимо, жившие также в Харлем Корнелес Корт, они тоже работают на отверпских издателях. Например, Филипп Галле и Корнелес Корту в Харлем присылают рисунки, они создают гравюры, и доски гравированные переправляются потом в Антверпен, то есть даже художники гравюры, живущие в других городах, они всё равно работают на эту антверпенскую издустрию гравюры. Если вкратце попробовать сформулировать, что такое издатель в гравюрном мире 16 века, то можно сказать, что это продюсер. Продюсер, который вкладывает деньги и приобретает тем самым в своё пользование, в своё распоряжение доски, готовленные по заказу. При этом в каких-то случаях он может доверяться авторам и просто финансировать и приобретать их произведения. А в каких-то случаях он выступает жестким заказчиком, с определяющим тему, формат, всё что угодно, композиция, то есть очень широкий такой спектр, в котором может работать издатель. Дело в том, почему выходит на первый план издательская гравюра, дело в том, что гравюра на металле дорогостоящая в производстве вещь, то есть сама гравюра может создаваться неделю, 2-3, иногда даже несколько месяцев, это трудоёмкое занятие, дальше стоит сама доска, недёшевая бумага. Чаще всего гравюры не имеют собственной типографии, собственной печатни, потому что тоже держать печатню могут позволить себе не все, соответственно, нужно ещё обращаться к профессиональному печатнику, который будет публиковать гравюры. Окупаются эти вложения не сразу, тиражи не раскупаются не сразу, они могут продаваться десятилетиями, это постоянная прибыль, постоянный доход, но окупится оно далеко не сразу, только какие-то сверхуспешные вещи могут сразу купиться. Соответственно, издатель, который имеет уже изначально какой-то капитал, вкладывая его, потом начинает получать постепенный доход, снова его вкладывать, и вот так разрастаются империи, такие издательские империи, одной из первых, которая была империей Иронима Кока. Ироним Кок будет постоянно расширять круг, привлекаемый к работе художников, но начинает он с тех же художников-романистов. Он получает каким-то образом, мы не знаем каким, постоянные рисунки от того же Ламерта Ломбарда, он привлекает к работе для себя и Мартин Ван Хемскерка, и Конхерта, причём Мартин Ван Хемскерк будет создавать рисунки для исполнения других гравюров, а Конхерт работает над другими заказами Иронима Кока, не связанными уже с Хемскерком. Но главной звездой среди романистов издательства станет Франс Флорис. Это время как раз восходящая звезда, скоро ставший крупнейшим ведущим художником Ант Ферпона. Он присоединяется к издательству Иронима Кока с самых первых лет, то есть он находит в лице Иронима Кока такого же издателя наподобие итальянского для своих композиций, а Ироним Кока находит в него главного поставщика композиций в итальянской манере на самую-самую разную тематику. Можно обратить внимание на то, что у нас выставлено, тут и аллегории, и мифологические сюжеты. Весь спектр всевозможных классических сюжетов Флорис представляет Ирониму Коку. Если так суммировать, то в первые годы своей деятельности Ироним Кок предлагает покупателям такой нидерландский аналог итальянской гравюры. Это художники-романисты, которые так или иначе работают в итальянском стиле. Здесь Ироним Кок, конечно, попадает в такой растающий спрос в итальянской гравюре, потому что в Ирландах ширится внимание к Италии, ширится внимание к классической культуре, классическая образованность, соответственно, интерес к итальянскому искусству. Растёт спрос на итальянскую гравюру, которой не хватает, и вот как раз Ироним Кок предоставляет наша ирландская версия итальянской гравюры. Примерно то же самое нашими мастерами. Сейчас мы поговорим о самом необычном выделяющемся экспонате нашей выставки. Это грандиозный псилографический фриз, то есть это фриз, отпечатанный в гравюре на дереве, в псилографии. Он длиной 4,5 метра и посвящен жизни и нравам Турции. Создан он по композициям Петра Макокова-Ландальста. Этот псилографический фриз – самая знаменитая ксилография Нидерландов XVI века. Она выделяется и своими размерами, и тема Турции была для Нидерландов очень притягательна, привлекательна. Это экзотическая империя, возникшая под боком европейской цивилизации. Это очень мастерски исполненная ксилография. Мы не знаем, кто непосредственно вырезал композиции. Ксилографы обычно остаются неизвестными, но это довольно искусная, тонкая работа. Эта работа выделяется в целом и по теме, и по композициям, и по формату. Выделяется всей продукцией ксилографической того времени, делая ее самой успешной, самой известной гравюрой ксилографии Нидерландов. Биограф нидерландских художников, художник Карл Ланмандер в своей книге, посвященной жизнеописанию нидерландских немецких художников, обычно не останавливается на гравюрах подробно, вскользь их упоминает, но на истории создания этой гравюры она останавливается особо и отдельно. История, которую он передается, звучит так. В 1533 году по поручению некой купеческой семьи, занимавшейся производством и торговлей шпалерами, Питера Кукова-Нальста, уже в то время известного художника, отправили эмиссаром в Стамбул, тогда еще в Констинополь, для получения заказов на шпалеры от султана Сулеймана Великолепного. По словам Карла Ланмандера, Питер Кукова-Нальст приехал в Констинополь, но заказов ему получить не удалось, и чтобы не тратить время впустую, не проводить время в праздности, он начал рисовать различные обычаи нравы турок, и потом впоследствии эти его рисунки были опубликованы. Карла Ланмандер писал биографию Питера Кукова-Нальста спустя уже многие годы после смерти Питера Кукова-Нальста. Питер Кукова-Нальста умер в 1550 году, и, естественно, там часто могут быть ошибки и подробности по посту легенды. Но первая часть этой истории очень похожа на правду, хотя никаких документов не сохранилось о поездке Питера Кукова-Нальста в Констинополь. Действительно, в то время нидерландские торговые дома, купцы и так далее пытались наладить связи с новым турецким миром, это грандиозная империя, грандиозным рынком. И действительно, есть зафиксированные документально подобные посылы эмиссаров, которые должны были получить те или иные заказы, заключить те или иные контракты. То есть, скорее всего, Питер Кукова-Нальст ездил по подобному поручению. А вот с тем, что эти рисунки были выполнены просто для себя, без всякой цели, исследователи не согласны, потому что композиционные вот эти картины ближе всего именно проектом «Ля шпалер» Питера Кукова-Нальста. Питер Кукова-Нальста, важную часть его деятельности, его и его мастерской как раз занимали проекты «Ля шпалер». И вот ближе всего этот рис именно его проектом не живописным каким-то работам, не работам для витража, которых рассказал Алексей Олегович, а именно ближе всего проектом «Ля шпалер». Соответственно, современные исследователи предполагают две версии. Первая – это то, что это и были те самые проекты для Сулеймана Великолепного, которые тот отверг о том, чем пишет Карл Иван Мандер. Но это, на самом деле, такой спорный момент предполагать, что именно он создал подобные вещи именно для Сулеймана. Возможно просто, что уже по возвращению из Константинополя, который он ездил по тому именному поручению торговому, он на основании каких-то рисунков создает проекты «Ля шпалер», но, судя по всему, действительно они не были так воплощены в жизни, потому что нет никаких неупоминаний, ни следов. Кому принадлежала идея превратить эти проекты в гравированный ксилографический фриз, неизвестно. Аксилография была издана уже только через три года, после смерти Питера Кукова-Ванальста и его вдовой Марии Верхюльст, художницей, будущей тещей Питера Брейгеля-старшего, которая вполне могла подготовить какие-то рисунки, какие-то проекты Питера Кукова-Ванальста для воплощения ксилографии. Возможно, эта идея принадлежала самому Питеру Кукову-Ванальсту, но он просто не успел ее осуществить. В данном случае это не так принципиально важно. Интересно, сама организация, само построение этого фриза выстраивается как некий очерк о путешествии, отчет такой о путешествии европейца в Константинополе. Первая композиция, военная кампания в Словении, такое столкновение буквально двух миров, мусульманского и европейского. Слева мы видим крест, справа уже турецкие солдаты, тревожный дым, границы, где идут какие-то военные действия. Карл Ван Мандер также пишет, что персонажа слева на первом плане в европейском костюме Питера Кукова-Ванальста изобразил себя. И в данном случае действительно это похоже на правду, хотя таких подлинных, абсолютно достоверных портретов Питера Кукова-Ванальста неизвестно. Какие-то придачи его облик, они очень близки к этому персонажу. Действительно, скорее всего, Питера Кукова-Ванальста изображает себя, свою встречу с этим неизведанным турецким миром. Следующие две композиции посвящены дороге. Это караван, который движется через завоенную Турцией земли, и параллельно соображает какие-то сцены, которые путник, путешественник может видеть по дороге. Это продажа рабынь, отдых солдат, какие-то такие бытовые сцены по дороге. Следующие три композиции уже посвящены обрядам, жизням и обычаям самой Турции. Уже в самой Турции праздник Новолуния, праздник обрезания, турецкие похороны и, наконец, кульминации всего этого путешествия, встреча с миров, двух цивилизаций, путешествие уже по самой Турции неспешное. И кульминация всего этого – это Константинополь, со сцены проезда Сулеймана Великолепного через Константинопольский ипподром. Это самое знаменитое изображение Константинополя 16 века, необычайно популярное. Для современных, конечно, в нем существует такое напряжение, выбор сцены, место действия, ипподромы, обелиск, руины. В это время ассоциировались для любого европейца, в первую очередь с Римом. И здесь есть такой диссонанс, острый Рим, Константинополь – второй Рим, и здесь же муцельманская процессия, процессия султана. Это все надо еще воспринимать в свете турецкой угрозы, которая все равно висела над Европой. Часто вносились идеи крестовых походов, то есть нужно понимать, что вот эта сцена – некий условный Рим, наша цивилизация, и турецкая процессия. С одной стороны, тут есть какой-то поэтет действительно к Сулейману, изображена довольно-таки вся эта процессия с таким уважением, но есть для любого европейца с того времени такой очевидный диссонанс, неуместность, никакая необычность происходящего. Говоря о том, что это такие путевые заметки, я, конечно, имею в виду сами темы, но не сами картины, потому что в действительности это, конечно, очень продуманные, тонкие, выверенные композиции. Питер Кук ван Лайс – это вообще необычайная художественная эрудированность у человека. Здесь есть парафразы, но в том смысле, что здесь он берет за основу разработки их сцен широчайший круг каких-то памятников, где он упирается, здесь и дюрер, и какая-то античная пластика, и все, чего только нет. То есть здесь всказывается эрудиция – это выверенные, выстроенные композиции. По сути, это в италианизированном уже таком стиле, но с той же, обычно для Нидерландов, склонностью к рассказам. То есть такая историческая в широком смысле итальянская картина, в которой еще присутствует такая склонность к повествованию, к подробностям, к рассказу, характерна для Нидерландов. И надо сказать еще, что такой способ представления иных культур, цивилизаций, он станет, в общем-то, благодаря этому фризу, станет одним популярным для каких-то этнографических в широком плане зарисовок, композиций, то есть одним из вариантов изображения иного, иных культур для Америки, Индии и так далее. То есть это такая влиятельная и в этом плане композиция. То, что мы смогли выставить ее, конечно, безусловно, удача. Из-за нестандартного, необычного размера ее даже иногда в каких-то хранилищах, фондах, музеях невозможно посмотреть просто потому, что просмотровых столов четыре с половиной метра часто нет. То есть ее не выставить, не посмотреть часто невозможно. И тут огромная благодарность нашим дизайнерам, формителям, которые сделали специальную витрину на стену экспонирования. Это довольно-таки редкий случай. Обычно выставляется либо одна композиция, чаще всего въезд в Константинополь, либо две, но целиком в таких-то известных случаях это единица. Я имею в виду не в России, в России он не выставлялся, видимо, никогда, я имею в виду во всем мире. При том, что во всем мире много этих экземпляров в библиотеках, в музеях. Вставляется он крайне редко, и мы наконец смогли его показать впервые. Когда-то, видимо, до Великой Отечественной войны как раз въезд в Константинополь, судя по каким-то наклеенным на него лапкам, он выставлялся, видимо, мало возможно будет экспозиции. Но с тех пор ни целиком Фрис, ни другие отдельные из него листы, отдельные композиции никогда не экспонировались. То есть это большая удача, что нам удалось наконец показать это необычное произведение. С вами был Александр Конев в подкасте «Партия линии». В следующем выпуске мы поговорим о гравюрах, связанных с именем Питера Брейгеля-старшего. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски и оставаться на линии. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. «Партия линии»